Слушатели, уважаемые основатели, позвольте открыть, начать курсы повышения квалификации. У нас такая тема, подчеркивает. В смысле? Да, да. Извиняюсь уже. Названивают, наверное, еще эту аудиторию на территории деревни, приехавшие. Мы тут. Представить вам доктора филологических наук, профессора, кафера русского языка, Санкт-Петербургского государственного инфеккета, Наталья Викторовна Богдановна Беглоряна. И приветствовать Улану Девас. Спасибо. Ну, это Виктор Новопытный. Виктор, сажать, что и как. Садитесь сюда, чтобы кто-то встал. Спасибо большое. Ну, здравствуйте еще раз. В очередной раз прийти в эту аудиторию. Может, кто не знает, я здесь на первый раз. Третий. Третий раз. Спасибо, Любовь, даже внимание, которая меня активно приглашает. И я с удовольствием, правда, в свое свободное время, то есть, когда каникулы в Петербурге, и все уже кончилось, приезжаю сюда. И я на самом деле, хотя приезжаю лично, рассказываю в основном о том, что я делала, но на самом деле я представляю наш коллектив. Наш научный коллектив. Я только преподаю на кафе переводского языка. Наш научный коллектив, которым я руковожу и членом которого являюсь, он междисциплинарный. У нас есть преподаватели и коллеги мои из кафедры математической лингвистики. Так что в наших исследованиях компьютерная лингвистика, лингвостатистика и всякое прочее представлены достаточно хорошо. У нас есть представители кафедры общего языка знания. Значит, вопросы общие, связанные с языком и речью, мы тоже рассматриваем. У нас есть сотрудники, работающие в Институте лингвистических исследований Академии наук. И у нас есть, я знаю многие преподаватели английского языка, и у нас есть преподаватели из кафедры английского языка. Так что мой научный коллектив, даже взрослые из преподавателей взрослых, у нас человек пять всего. И мы представляем вот все эти разные структуры университета. Кроме этих пяти взрослых, есть еще аспиранты, студенты. Но это, что называется, величина приходящая. Студенты и аспиранты приходят, вливаются в наш коллектив, работают с нами, пока не защитятся, и уходят. А мы константно, мы остаемся. Коллектив, о котором я говорю, уже более десяти лет работает. Причем заметили это даже тоже не мы, а наши студенты. Как-то у нас время идет так быстро, что мы не осознаем время. А студенты, которые приходят, вчитываются в даты, вглядываются. И в прошлом, в семнадцатом, уже за прошлом году говорят, Ваталья Викторовна, десять лет ваш корпус начали создавать. И что? А давайте отпразднуем. А давайте отпразднуем. Мы отпраздновали студенты, в своем студенческом научном обществе устроили большущее заседание, где выступали и мы с такой вот предысторией вопроса. И сами студенты, которые рассказали, чем мы сейчас занимаемся, какие направления нашей работы представлены на данный момент. Ну, чем занимается наш коллектив, чтобы было понятно вообще, о чем, о каком материале я буду говорить все эти десять дней. Кстати, про вопросы не поговорили. Ну, конечно, мы его уступили. Слово решим про органы, тем более народ и жилья подходит. На самом деле, наш коллектив занимается довольно уникальными вещами. Мы создали, начали создавать в седьмом году, теперь уже второй десяток лет с этим работаем, звуковой корпус русского языка. Он русского языка, но это может быть отнесено к любому другому. Я знаю, что Любовь Дашнимарина методически занимается варянским языком. Одна из моих аспиранток сейчас директор гуманитарного института, нет, не так, калмыцкого института гуманитарных исследований в Элисте делает корпус калмыцкого языка. Так что это может быть на любом языке. Главное, методика. Методика уникальная. Я еще в процессе моих лекций буду неоднократно к этому возвращаться. А сейчас два слова скажу в целом, чтобы было понятно, о чем речь. Мы позаимствовали методику у японцев. Они это сделали для японского языка. И, если не ошибаюсь, мониторят свой японский язык чуть ли не ежегодно. Богатая страна, много денег, поэтому они находят возможности это делать. У нас страна большая, но денег гораздо меньше, особенно на науку. Но мы смогли это сделать. Почему я говорю уникально? Для русского языка это сделано впервые. Мы записываем речь с диктофоном на шее. Это значит, что все наши информанты живут один день с диктофоном на шее. Ну, буквально не обязательно на шее, он может быть в кармашке или даже лежит рядом. Поначалу это было вот просто один диктофон. Сейчас мы уже продвинулись, у нас уже есть микрофончики, которые обеспечивают качество записи речи хотя бы самого информанта. Но записывается не только его речь, а весь его речевой день. Записывается все его речевое окружение, все его речевые коммуникации в течение дня. В транспорте, в магазине, в поликлинике, в аптеке, дома за ужином, на работе он читает лекцию. Все подряд. Представляете, массив. Этих записей. А потом мы это расшифровываем и собираем корпус. Про все количественные характеристики корпуса расскажу в свое время. Сейчас только вот про эту методику. Значит, 10 лет мы собираем этот корпус. В 16-м году вышла вот такая, я потом ее покажу и оставлю Любови Дашинимай. Коллективная монография про этот наш корпус. Это подведение итогов такого первого большого проекта РНФ, который мы получили в 16-м, закончили. И на этом остановились собирать. Вот собирать, увеличивать объем, пока больше не планируем. Планируем анализировать. Потому что вы даже не представляете, какое море материала. Вот это материал, который можно анализировать от фонетики до стилистики и дискурсивных особенностей. Вот просто с нуля. Вот почему, посмотрите, я первую лекцию даже в нарушении вашей программы начинаю вот с этого. Насколько мы знаем вообще о том, как мы говорим. Нам кажется, что уж в одной речи чего-то там, английская речь, японская, бурятская, еще как. А вот про русский-то мы же все русские. Вы не все русские, но вы все русскоговорящие. А на самом деле, когда начинаешь копаться, оказывается, что мы почти ничего не знаем. Мы не знаем, есть ли фонема в русской речи, есть ли она там или нет. Есть ли там предложение и даже слово. Оно слово или слово употребление. Потому что слово употребление это совсем не слово. А иногда то, что мы употребляем, вообще не имеет значения в привычном понимании. Это вообще как бы и не лексема, а что? То есть вопросов больше, чем ответов. И поскольку материал, повторяю, просто непаханная целина, то мы пока, вот говорю, решили остановиться и начали углубляться, прорабатывать это вниз. На этом материале уже написано много диссертаций разного ранга. Докторских пока нет. Кандидатские, магистранские работы. И огромное количество статей. Мы активные сотрудники. Вот эту мою фамилию, если вы в интернет просто вобьете, вам вывалится сразу много всего. Много разных публикаций, которые там и сям на разных сайтах заведены. Так что то, что мы печатаем, это все доступно. Единственное, что не доступно, это сам корпус. Я предуведомляю всех, все вопросы. Корпус это наша личная собственность. И делиться звучанием мы не готовы ни с кем. Ни звучанием, ни расшифровками. Я объясню почему, чтобы не было вопросов. Не потому, что как собака на сене никому не дала. А потому, что вы даже не представляете, как много очень личной информации в этих речевых делах. Люди разговаривают о своих жизнедеятельных делах и о бизнес-проблемах. В кабинете врача говорят о медицинских проблемах. Представьте себе, что это вдруг станет достоянием всех. Юридически не разработан пока механизм того, как это можно хоть в какой-то степени вывешивать на сайт. Мы просили разных фондов денег, чтобы нам финансировали эту работу. И тогда, может быть, мы смогли бы анонимизировать информацию. Заменять там даты рождения, даты, все прочее, почему можно. Номера телефонов, адреса. Все звучит. Все звучит. Когда мы печатаем примеры в разных статьях, мы уже это научились сделать. Мы просто меняем, например, имя на похожее по ритмической структуре, чтобы тоже место ударения, столько же слогов. И ставим специальный знак, что это, увидите, по примеру, что это не настоящее имя. Но это работа, которая требует сил, времени. Поэтому нужно бы финансирование, которое нам не дали. Так что корпус пока наш. Все наши люди, студенты, бакалавров до магистрантов, эсперанты, конечно, мы сами. Мы пользуемся этим очень активно. Мы даем материал тем, кто готов потом поделиться с нами своими результатами. Нам приходят из других кафедр, из других городов. А можно, вот я интересуюсь этим, дайте что-нибудь. На определенных условиях мы даем одного информанта, двух информантов. Я привезла много записей, будет возможность, дам послушать, покажу, как выглядит этот материал. Но уже сейчас, наверное, вы понимаете, какая это огромная работа по расшифровке, представлению в орфографическом виде, по разметке и так далее, и так далее. В общем, это пока наша интеллектуальная собственность. Юристы нам пока не могут помочь, как это запатентовать. Даже если запатентуем, все равно нельзя решать. Все равно на сайт вывешивать нельзя. Если кто-то из вас бывает в устном подкорпусе национального корпуса, там только расшифровки, вы заметили, там нет звука. Звук невозможно получить. Если вы бываете в британском национальном корпусе, где всего 10 минут звучащего материала, его надо покупать за бешеные фунты стерлингов. То есть они тоже не дают просто так. Но в нашей стране пока не принято торговать звуком. Может быть, если разработать эту систему, то мы могли бы анонимизировать и все-таки продавать, но пока это все не разработано. Вроде уже давно, 10 лет прошло, и тем не менее, ВОЗ и не не там. Потому что все с нуля. Все совершенно впервые по непроторенной дорожке. Кстати, за японцами вторыми были именно британцы. Именно британцы приняли эту методику японскую и стали тоже записывать речь с диктофоном на шею. Они нанимали волонтеров, и сейчас, наверное, это делают, которым выдавали диктофоны, и в конце дня принимали от них эту самую записанную речевую продукцию. Ну, тоже не бедная страна. В нашей стране, сколько вы знаете, разных корпусов в основном, это лабораторные записи, вот таких естественных записей повседневной речи, кроме нас пока нигде нет. Этим интересен наш корпус, этим интересна наша работа, и я постараюсь показать вам, как много интересного мы на этом материале анализируем, анализируем, находим, публикуем, публикуем очень много. Так что вот я готова ответить на какие-то вопросы по этой моей вступительной части, если они возникли. А пока все-таки несколько организационных моментов. Ну, например, то, что мы сегодня начали работать в час, это сделано, потому что, вы понимаете, я летела, я часов разницы, я летела вчера всю ночь, поэтому мне нужно было немножко восстановиться. Я думаю, что я завтра-послезавтра уже настолько восстановлюсь, что готова начинать раньше, если вы хотите. Вот примите какое-то решение, я могу начинать в 10, если вам это удобнее. Сегодня было хорошо, что в час, но вы помните, ваш час, это наши пять утра, поэтому раньше мне было бы сегодня трудно. Завтра я уже готова прийти раньше. Вот давайте решать. Второе, что надо решить тоже сейчас, пока я научила, как мы отдыхаем. Шесть часов, это шесть часов. До шести, наше время до шести, а потом я готова отвечать на ваши вопросы. Поэтому, как вы хотите, каждые полтора часа, каждый час, как вам удобнее? Через полтора часа. Ну, тогда единственное, что может сбить, это, если, например, презентация еще не кончилась, то все-таки я ее договорю, чтобы не обрывать на полусловие. А если она закончилась раньше, то чуть раньше. Ну, не против такого варианта. И вот каждый день, шесть часов, при том, что после этого, если есть конкретные вопросы, я готова на них отвечать. Если будут вопросы, о которых уместно говорить, отвечать мне всем сразу, то я готова выслушать конкретные вопросы и ответить всем сразу. Потому что опыт большой. Что я еще не сказала про наш коллектив. Я повторяю, что я с кафедры русского языка только как преподаватель. На самом деле мы с Любовью Душинимами на одной кафедре защищали и кандидатскую, и докторскую. Мы фонетисты. И я тоже фонетист по всем своим диссертациям. Хотя от фонетики путь в звучащую речь очень короткий. И хотя, как вы, может быть, понимаете уже, заниматься фонетикой на нашем материале почти невозможно. Если вы услышите, а вы услышите речь, это не то качество записи, при котором можно смотреть осциллограммы, спектрограммы. Темп речи еще можно. А реальное звучание почти нет, потому что, представьте себе, еще когда у меня вот тут диктофон, и я говорю, это более или менее. А когда вот там кто-то со мной разговаривает, или я говорю по телефону, качество совсем другое. Каждая запись, каждый речевой день, я тоже покажу на картинках, это иногда 2-3 часа реального звучания. А остальное время мы живем. Едем в транспорте и молчим. Иногда там едим, слышно, как ложка стучит на тарелку. Мы работаем на компьютере, тюк-тюк-тюк, клавиатура. Правда, с компьютером мы тоже разговариваем. Даже не представляете, как много разговоров с неодушевленными предметами, с домашними животными и сам с собой. Мы даже вынуждены были придумать обозначение разговора с самим собой. Этого тоже очень много. Так что качество записи неизбежно не соответствует лабораторному. И поэтому фонетика, а фонетика все-таки требует качества лабораторного. Поэтому фонетика в меньшей степени, но зато какая лексика, какой синтексис, какая идиоматика, все увидите, все услышите. Я уже говорю и начинаю воодушевляться. Я думаю, что вы тоже скоро это почувствуете. Мы действительно почти не представляем о том, как реально мы говорим. Нам кажется, что мы так не говорим, как вы скоро увидите. Много раз на разных конференциях подходили ко мне очень солидные профессора и говорили, господи, где вы такой материал накопали? Вы, наверное, где-то в подворотне записывали. Поверьте, никакой подворотне. В подворотне мы бы диктофон за микрофоном не отдали вообще ни в каком случае, потому что то ли вернут, то ли нет. Но сантехники были. Поскольку весь материал сбалансирован, мы должны были иметь и необразованных, и физически работающих, и разных-разных. Были водители трамвая, были маникюрши, были разные совершенно, разные люди. И никакой подворотне. После того, как на меня особенно активно носили в смысле подворотня, я просто на этой же конференции, это было в Герценовском университете, педагогическом в Петербурге, нашла по аудитории трех мужчин-профессоров, которые согласились надеть диктофон и прожить один день. Три профессора, доктора филологических наук, записали свой речевой день. Картина не изменилась. Уровень, скажем, нецензурной лексики, как был высоким, так и остался. А как будто вы дикто из наших носителей русского языка больше всего употребляет такую лексику? Во-первых, мужчины, безусловно. Во-вторых, если говорить о возрасте молодые мужчины. Но, например, нервы потяги. В репотяги говорят больше о выпивке, чем используют такую лексику. Самые два пика. Это силовые структуры и творческие. Две группы носителей языка, которые злоупотребляют. Поначалу мы уши затыкали и не знали, как на это реагировать. Мы лингвисты. Из песни слова не выкинешь. Мы все способны воспринять и проанализировать. Буквально вчера получила от своей эсперантки тезисы на какую-то очередную нашу конференцию, которая называется так. Ох уж эти боги, господи и черти. И в скобочках там что-то. О, вот в особенностях употребления одной группы лексики. Оказывается, для носителя русского языка сказать Бог знает, черт знает, хрен знает. И что там еще? Еще что-то абсолютно все равно. В одном лиду. Боги, черти и то, что я назвала. И она там проверяет, кто чаще. Мужчины, женщины, кто как. Так что, я говорю, с песни слова не выкинешь. И мы это все анализируем. Ну так решим сейчас про орг вопросы или как? Пока вы озадачены. Тогда начинаем завтра. И про перерывы вроде договорились. Еще вы увидите то, что я вам привезла. Это такая немножко сборная солянка. Это попули, ассорти, назовите как хотите. Это разные доклады мои разных лет в разных местах. Иногда информация чуть-чуть повторяет. Тут я буду прокручивали быстрее. Потому что я должна была в начале каждого доклада хоть несколько слов сказать о корпусе, о нашем материале. И поэтому есть даты разные. Есть даты, по которым вы увидите, насколько иногда свежа эта информация. Последняя презентация, которую я вам покажу со временем, датирована 18 января 2019 года. Позавчера. Потому что позавчера был последний доклад у нас как раз на кафедре фонетики в нашем университете. Этот доклад я читала в ноябре прошлого года. Совсем недавно в ИЛИ, в Институте лингвистических исследований Академии наук нашей страны, где была школа-семинар для тех студентов, для той молодежи, которые занимаются устной речью. И вот мой доклад был приглашен как пленарный доклад, и я так вот его назвала. Современная устная речь. Или что мы знаем о том, как говорим. Давайте еще договоримся, что это не учебная аудитория, а что-то все-таки качественное другое. Поэтому если вопросы возникают по ходу, снимайте руку, и мы остановимся и обсудим. И не надо ждать конца. А потом есть вопросы, а вы уже забыли, что хотели спросить. Так что совершенно спокойно. Правильно, Петрович? Да. Ну вот. Начинаем. Итак, традиционный подход всем вам хорошо знаком. Что речь это реализация неких языковых единиц, языковых отношений и языковых закономерностей. И поэтому мы не понимали, что речь должна описываться в терминах отклонений от языковых стандартов. Вот в языке так, вот так должно быть, а в речи такие-то ошибки. Правда, речевые ошибки, речевые сбои. Привычные такие термины. Мы привыкли оперировать именно ими. И отсюда, наверное, родилось еще один организационный вопрос. Коллеги, я все презентации оставлю здесь. Все. Поэтому вот не надо пытаться экран сфотографировать. Это вы только время попрали. Вот я уже скинула на этот рабочий стол этого компьютера всю папку. Она вся тут, она будет в распоряжении любови. Даша Немаевна, вы можете потом что угодно брать и пользоваться этим. Из-за этого я секреты точно не делаю. Я так читаю свои лекции и в других странах, и в других аудиториях. Кроме того, идет запись. Кроме того, идет видеозапись. Так что все получите. Даже, может быть, если хотите, если... Любовь Даша Немаевна, как это сделать? Можно в конце каждого дня сбрасывать себе на футбол то, что уже услышали. Это предусмотрено. Не весь курс потом качать. А вот так вот в конце дня. Когда я читаю своим студентам в магистратуре этот курс, он в разных наборах бывает, я просто после каждой лекции посылаю им всем по почте прочитанную презентацию. Так что не фотографируемся. Так вот, от того, что мы привыкли думать о речи, как о таком собрании каких-то отклонений, отсюда рождается убеждение, довольно сильное убеждение не только наимных носителей, но и лингвистов-исследователей, что русский язык умирает. Тоже, наверное, слышали такие высказывания. Мы разучились говорить, что сегодняшние носители языка больны дизлингвией. Цитирую. Это цитаты. Последние из Александра Семеновича Осиновского. Он был у истоков нашего корпуса, но он тоже был уверен, что мы примерно как Эллочка-людоедка. Вот ей надо было 12 слов, но нам хватает 300. Это вообще почти правда. 300 слов, и мы вполне можем общаться. Но все-таки это неправильная позиция, только если смотреть с позиции языка. А если встать на позицию речи и посмотреть, а там, где норма, не норма, и как оно там привычно распределяется, все окажется не так плохо. И поэтому мой вопрос, так ли уж плоха современная речь? Ну, во-первых, с чем ее можно сравнить? Сравнить с литературно-письменной речью, в основе которой кодифицированный литературный язык. Ну, это просто некорректно. На ней никто не говорит. Я думаю, что я сейчас не открыла вам какую-то истину. Вы это все понимаете. Кодифицированный литературный язык – мертвый язык. Без преувеличения. Это некая схема, это набор эталонов и образцов. А как только мы открываем рот, даже самые продвинутые ораторы, мы все равно переходим на уровень речи, и это уже будет не та речь, не та система, не тот лексикон, который мы знаем по словарям и по языку. Я все время буду вам показывать, как сильно наша речь отличается от того, что содержится в словарях. На ней никто не говорит, и поэтому сравнивать и говорить, вот там хорошо, а в нашей речи все плохо, просто некорректно. А когда начались записи? Ну, такие, как у нас, я уже сказала, никогда. Мы первые. А если сравнивать с теми небольшими записями, которые делали Сиротинина в Саратове, или Земская в Москве, Рознана, Китайгородская, ну, есть школы изучения устной речи. Это все лабораторные записи узкого ограниченного диапазона. Например, расскажите тому, что вам снилось. И, пожалуйста, корпус рассказов детей о сновидениях. Расскажите, как вы катались на лыжах, пошли рассказы. Рассказы – это не повседневная речь. Часто ли в течение дня мы рассказываем? Случается, но чаще мы общаемся об этом речи. Так вот, как говорили предшествующие поколения, в повседневной жизни, ну, мы просто не знаем. Вся фонетика, изучение звучащей речи началось не так давно, ну, чуть больше ста лет. Конечно, какой-нибудь там профессор Колесов, Владимир Викторович, если вам знакомо это имя, может говорить о том, как говорили древние русичи, на основе анализа рукописи. Да, есть определенные методики, как можно извлечь представление о произношении из каких-то письменных текстов. Ну, для древних текстов это, например, ошибки писцов. Представьте себе писец, там где-то в монастырской келье, сутками, день за днем переписывает летопись. И хотя он переписывает, вроде бы переписывает, он копирует, но это ж не ксеропс, он копирует и устает. И начинает ошибаться. А как он ошибается? Как и дети наши ошибаются в приписьменной речи. Ошибаются в пользу произношения. Потому что наша орфография, она и в те времена была такой, она далека от реального произношения. Мы пишем река, а говорим все-таки через и. Мы пишем гоу-род, а говорим гоу-рад. И вот это начинает отражаться иногда в письме. И те, кто много зачитают рукописи и много анализируют эти летописи, делают вывод, что вот в этой диалектной зоне, видимо, эколи, потому что там мелькает эко нехорошо. Иколи, потому что мелькают ошибки на иконе. А тут, вероятно, околи, и поэтому мелькают ошибки на о. И так далее. То есть оттуда можно что-то вынуть, какое-то представление. Или, например, поэзия, кто занимается этим материалом. Это элементарное место ударения или ее в том или ином слове рифма. Рифма дает нам представление о том, как это было. Ну, у Пушкина музыка уж греметь устала. Не музыка, а музыка. Значит, вероятно, тогда была такая норма. Или там билет парус. Какой парус билет, помните? Одинокая. Потому что что ищет в стране далекая. Вот она рифма, и значит, для Лермонтова не Кий, а Кай. Он москвич, он родился в Москве, и потом все свои недолгие годы жил в южной зоне. Москва или южнее. Тарханы – это пензенская область. Так что из рифмы что-то можно извлекать. Но реального представления о том, как говорили люди до начала XX века, просто нет никакого. Поэтому ругать современную речь, не сравнивая ее ни с чем, это по меньшей мере нелогично. Что мы имеем, например, в УСовом под корпусе национального корпуса? Я вот говорю национальный корпус и очень надеюсь, что для вас это не пустые слова. Вы знаете, что это такое, да? Вы там бываете. Вы знаете, как он устроен. Так что слава богу. Потому что приехали недавно регистранты из Молдавии. Вот я только что прочитала им курс в первом семестре. Они от меня узнали про национальный корпус. Как-то в Молдавии схитрились их выучить в бакалавриате, не рассказав про это. Очень надеюсь, что ваши даже в деревне, даже далеко живущие ученики все-таки знают, что это такое. Так вот, если вы заглядывали в УСный под корпус национального корпуса, что там есть? Там ведь в каждой цитате снабжена атрибуция, откуда это взято. И примерно десятая часть это наша повседневная речь. Остальное публичное, всякие конференции, какие-то публичные встречи там-сям с известными людьми. Научная речь или кино. Вот с кино отдельная песня. Потому что, конечно, сценаристы, которые пишут тексты для того, чтобы актеры их потом произносили, они вроде бы стараются отражать реальную речь. Но если сравнить, как они это отражают, и как оно на самом деле в нашей речи звучит, то иногда это две большие разницы. То есть мы никогда не включаем речь кино из УСного под корпуса в общий объем наших материалов. Потому что это уже как бы другой уровень. Вот реальная речь, а вот представление сценаристов о том, как устроена эта реальная речь. И это далеко не всегда совпадает. Так что транскрипты фильмов это отдельная тема, которой можно заниматься вплоть до кандидатской диссертации. Доля действительно бытовой речи здесь минимальна. А только она и может дать ответ на вопрос о том, как же мы говорим в реальной повседневной речи. Так вот сначала надо понять, как мы говорим, а уже потом поставить вопрос, плохо это или хорошо. И приблизиться к пониманию того, как мы говорим, вот позволяет наш корпус. Вот тут я пишу особенно под корпус повседневной речи. Да, один речевой день это название нашего корпуса. Это название корпуса мы, я вспоминаю, очень долго искали это название. Обыгрывались варианты типа 9,5 недель. Если вы что-нибудь не слышите за этими словами. Вот остановились там один речевой день. О.Р.Д. Это уже настолько популярная аббревиатура, что даже по-английски, когда мы пишем по-английски, мы пишем О.Р.Д. Мы не пишем One Speakers Day, то есть когда мы расшифровки пишем, да, но когда аббревиатура О.Р.Д. Это О.Р.Д. Корпус уже устойчивое выражение. Но он у нас не один. Поэтому вот только под корпус этого звукового корпуса. Второй, и я о нем тоже буду рассказывать, это корпус монологической речи, который мы собираем параллельно, например, вот столько же лет, но там совсем другой материал и совсем другие результаты и другие проблемы, которые встают при анализе этого материала. Так вот, корпус один речевой день, все-таки в первую очередь о нем, это максимально естественные речи носителей языка, что называется на магнитофонном уровне достоверности. Это цитата из Татьяны Григорьевны Винокур. Это методика 24-часовой записи речи человека с диктофоном на шее. Вот у нас есть свой логотип О.Р.Д и микрофончик. Так мы иногда маркируем в нашей монографии этот логотип, и презентации стараемся снабжать этим логотипом. Был у нас свой сайт, и даже не раз, но как-то сайты не выживают. Все время все так быстро изменяется, что мы не успеваем освежать. А в ситуации, ну вы все преподаватели, вы понимаете, когда целый день преподаешь, плюс еще куча студенческих, и аспирантских, и магистрантских работ, где-то ночами надо еще наукой заниматься, то, в общем, все сразу становится гораздо сложнее. Были бы мы академическим институтом, я иногда очень завидую институту русского языка, у них там сектор орфолитии, сектор лексикографии, сектор синтаксиса, сектор стилистики, и там сколько сотрудников есть, если только наукой занимаются. И ничего больше, только наука, наука, наука. И все деньги, все фонды, все гранты идут туда. Так что вот там бы, конечно, можно было развернуться, но нам приходится работать с помощью черных рук. Черные руки – это наши студенты, магистранты и аспиранты. Пишут свою маленькую курсовую, дипломную, магистрскую, аспирантскую работу, и нам получается какие-то в нашу корзинку новые результаты. Вот этот самый наш логотип. Сегодня мы имеем грант от этого корпуса Российский научный фонд, РНФ, уже второй такой грант. Это большой грант, если вы ориентируетесь в этом. Первый назывался «Русский язык повседневного общения», особенности функционирования в разных социальных группах. Это вот итог этой работы. А сегодня мы работаем на такую тему «Система прагматических маркеров русской повседневной речи». И вот про прагматические маркеры, про прагматены я буду говорить много, обращать ваше внимание на это, и вы скоро поймете, о чем речь. Пока не останавливаюсь. Итак, что позволяет увидеть материал звукового корпуса? И монологической речи, и ОРД. Прежде всего, и, наверное, для вас это не секрет, и это для любого языка имеет значение, функциональные единицы, которыми мы пользуемся в повседневном общении, неоднородно. Посмотрите, минимум три типа единиц. Повторяю, не только на русском материале, но любом. Ну, во-первых, собственно, речевые единицы. То есть полнозначные лексаны, слова, конечно, в первую очередь они. Масса условно-речевых единиц. Вся служебная лексика, вводные и дискурсивные слова. О дискурсивных словах особый разговор. И, наконец, неречевые единицы. Такие речеподобные звуки. Ну, всем знакомы А, Э, М. Масса паролингвистики. Смех, вздох, кашель, цоканье, причмокивание, хлюпанье. Мы даже термины были вынуждены сочинять и искать их перевод на английский для разных статей. Обрывы, слух и подобные. Вроде бы, вот одно дело, человек кашляет, потому что захотелось покашлять, а другое дело, я могу закашлять, обдумывая, что сказать дальше. Вот я ищу слово, и чтобы как-то заполнить эту паузу, я могу покашлять или вздохнуть, или, если ситуация веселая, посмеяться. А иногда не потому, что она веселая, а потому что над собой, что я вот не могу сразу подобрать слово, и такой вот самый иронический смех. Так что эти все единицы, это не чистая физиология. Это тоже, это паролингвистика. И мы отдельно анализируем, в каких функциях они могут выступать в речи. Даже если говорить о собственно речевых, уж эти-то казалось бы, вот они, это наш лексикон. Все мы знаем, сколько там единицы какие. И тем не менее, да, употребительность собственно речевых в разы иногда меньше, чем всего остального. Вот маленький фрагмент. Жалко, что не все звучит, но я уже не была готова еще подготовить этот блок. Но найду потом все-таки, да, у меня есть с собой большая флешка. Вот это говорит один из наших информантов. Фотограф по сегодняшней профессии, по образованию, инженер по судовым установкам. То есть человек с высшим образованием, который сегодня в воле судьбы фотографирует и со всеми клиентами без конца разговаривает. Разговаривает он еще такой быстроговорящий, один из самых быстроговорящих в нашем корпусе. Темп речи мы тоже анализируем. Вот красненькие, это нормальные слова. А все не красненькое, это вербализация его попыток сказать эти 10 важных слов. 10 слов, 48 единиц у него всего. И это типично, это нормальное соотношение. А вот наше вот это вот тут-тут сложнее гораздо, да? Потому что, значит, я вот эти, ну, в принципе, значит, ну, по моим понятиям, значит, я же не отвечу, так скажем, таджика от узбека, что называется. Вот он произнес такую фразу, что он все сложнее, потому что я не отвечу таджика от узбека. И столько слов, слов я уже в кавычках показываю, потому что это слова или не слова. Это уже вопрос. Это уже, это глаголы или это что это все? Это самое значимое. Уже давно в этом употреблении не глагол, это скорее вот прагматический маркер, единица, которая помогает говорящему построить фрагмент речи, построить свою речь. Вот употребительность собственно речевых, которая в письменной речи, вы понимаете, даже не становится объектом исследования никогда, потому что их там практически нет. Ну, есть вводная, есть вставная конструкция, это, конечно, описано, но очень много всего того, что просто никогда не попадало в поле внимания лингвистов. А мы именно на них и посмотрели особенно прицельно. Ну, вот еще один фрагмент, это второй наш корпус, сбалансированная аннотированная текстотека или сад. Это говорит женщина-медсестра с низким уровнем речевой компетенции. Мурка – это низкий уровень речевой компетенции. Женщина, она описывает картинку. Она описывает, по-моему, описывает картинку Шишкина сосны. Или сосновый лес, как-то вот так. А у меня, это другое. Это я вообще неправильно написала. Это картинка бит-трук. Кто знает эти картинки, это такой рассказ в картинках. На первом, я потом где-то в какой-то презентации, у меня все это есть, покажу. На первой картинке пациент приходит к врачу, такой тучный, грузный, говорит, не могу, дышу плохо, хожу плохо, настроение плохое. Что делать? Ну, что делать? Спортом надо заняться. Занялся, купил лыжи, поехал в горы, свалился с первой же попытки, со склона переломал руки-ноги и снова пришел к тому же врачу, весь в гипсе. И говорит, вот видите, доктора, вы посоветовали. Вот примерно такая картинка, которую наши информанты описывали. И вот описание этой картинки женщиной-медсестрой. Очень любопытно, что медсестра вообще не увидела тут ситуации врача, врачебного приема. Что она говорит? А, ну тут, значит, тут это самое, значит, дед с бабушкой сидят, беседуют, слушают радио и обсуждают, ой, конечные новости, что по радио говорят. Значит, на следующей картиночке, это самое, значит, старичок смотрит на картинку и хочет тоже так же прокатиться с горы. Так, значит, собрал, значит, взял лыжи, жабку, ну вот. И, значит, это самое, собрался, поехал, приехал, значит, в горы, ну вот, одел лыжи, ну, одел, конечно, а не надел, но это уже полная мелочь на афтерфоне. Покатился, значит, поехал на лыжах с горы, с горы спустился, ну вот, сильно спустился. И вдруг упал. Глаза закрыл, ну вот, думал, что разобьется, ну вот, свалился прямо в субробь, ну вот, сломал руку, ну вот, теперь пришел на лечение. Это очень любопытно во многих отношениях. У нас было 30 информантов-медиков. Медсестры, практикующие врачи и врачи-преподаватели, которые каждый день работают в языке. Из 30 человек 16 не увидели здесь ситуацию приема у врача. Разное. Вот тут бабушка с дедушкой. Кто-то там, Питер пришел в гости к другу, жоржил, или жена выговаривает своему мужу, какой ты стал толстый, как нехорошо. Видимо, у кого что, болит? Вот, кроме говори. Так что, вот уже сам факт, как мы воспринимаем одно и то же. Отдельная тема для любого интересного исследования взять эти 30 описаний, одна картинка, 30 разных людей, правда, все имеют эти кино, вот они разные, как они это описывают. Это просто тема для отдельной диссертации. Но вот опять красное, это попытки выстроить этот небольшой монолог. Вот все эти, ну вот, так значит, значит, это самое. Правда, вам всем хорошо знакомо? Всем знакомо. Мы все этим пользуемся, как бы вы ни думали, что вы прекрасно говорите. Все равно без этого не обойтись, потому что думать и говорить одновременно трудно. И мы чем-то должны заполнить эту паузу, хезитации, паузу раздумья, паузу, пока мы ищем следующее слово. И вот к вопросу о переводах, это для переводчика отдельная проблема. Это проблема в трех аспектах. Во-первых, проблема преподавания, скажем, русского, как иностранного. Иностранцы, выученные по книжке, по словарю, вдруг слышат вот такое, да еще много, иногда больше в разы, чем обычных слов. Они пытаются понять, что значит это и это, а куда посмотреть. Это еще тут как-то более или менее все слова, то, что явно слова паразита, знакомое выражение. Мы их так уже уважаем, что мы их не называем словами паразитами, потому что без этих слов ни один человек не способен построить естественную повседневную речь. Поэтому надо не ругать их, а анализировать. Не изгонять из лексикона, а понять, зачем они употреблены, в какой функции, чем они нам помогли. Так вот иностранец, это первая проблема. Ему надо дать каким-то списком набор этих единиц и сказать, что мы это употребляем вот за тем-то и за тем-то, чтобы он не пугался, услышав то, чего нет ни в одном словаре. Кроме того, в связи с иностранцами еще одно наблюдение. Чем дольше иностранец живет в России, в стране изучаемого языка, тем больше он сам начинает употреблять такие слова. И получается, что в определенном аспекте, например, при тестировании уровня владения языком, владение такими единицами может оказаться плюсом, а не минусом. Это минус для русского говорящего и плюс для того, кто приехал в нашу страну. То есть он освоился уже настолько, что он говорит, как мы, на нашем разговорном языке. И мы даже предлагали это ввести на четвертом уровне ТРКИ. Вы знаете, наверное, про английский, но в русском тоже есть система тестов. Уровень четвертый недоступен. Не ошибусь, если скажу, половине носителей русского языка. ТРКИ-4 для нормального русского человека практически недоступен. Иностранцы почти никогда этого не достигают. Но он существует, есть определенное задание. А третий уровень включает, в частности, владение лексикой типа «Ого, ну надо же, вот тена, вот всякими такими единицами». Так вот, это примерно из той же среды, только еще повыше. Но нам пока отказали в том, чтобы разработать специальный, хотя бы небольшой фрагмент теста на проверку умения, если не говорить, то хотя бы понимать это. Значит, иностранцы – это первая проблема. Вторая – это многие, наверное, из вас – это переводчики. Переводчики, которому надо это перевести. Я думаю, первое, что сделает любой переводчик, выкинет все это и переведет только основные единицы. Ну и вы уже, наверное, сразу понимаете, это будет другой текст. Это будет уже другой текст. Если это перевод, синхронный перевод, например, «Праздная беседа», наверное, это правильный. А если это перевод художественного текста, и через такой язык мы показываем речевой портрет говорящего, и мы все убрали, это уже другой портрет, это уже другой говорящий. И оценивать качество такого перевода надо с учетом того, что в нашей речи этого всего много. Однажды на какой-то конференции выступала девочка с рассказом о какой-то системе тестирования переводов. Вот она говорит, прогнали перевод, и машина определяет, хороший перевод или плохой. Я говорю, да, и что такое хороший перевод? Ну, хороший перевод, когда вот все правильно переведено. Я говорю, ну, например, я задавала вопросы, камер, знаете, например, вы слышите, я повторяю, перевод разговорного какого-то фрагмента, ну, например, в речи персонажа. Человек говорит, я вчера это, ну, в общем, так и не пришел никуда, потому что это, ну, приболел немножко. Вот такая фраза. Я вчера никуда не пришел, потому что проболел. Ну, это хороший перевод, но потому что хороший. Наверное, он в каком-то отношении нехороший. Но то, что ушла вся аура разговорности, это тоже факт. Так что переводчику нужно иметь вот, хотя бы опять же, набор таких единиц с функциями, в которых мы нормально, реально их употребляем. чтобы, ну, хотя бы повторяю, в художественном переводе песменная речь, когда нам надо сохранить особенность языка писателя. Без этого не обойтись. Третья проблема, о которой, безусловно, столкнется, ударится любое исследование, например, автоматическое распознавание речи. В какую систему автоматического распознавания можно заложить все эти, ну, вот так, значит, это самое, и прочее, чтобы машина правильно их отсеяла. Для этого надо сначала самим понять, каков набор таких единиц, какие они, зачем мы их употребляем. То есть, три проблемы, как минимум, не решаются без наших исследований, наших, ваших, любых, с учетом таких особенностей. еще один, а это уже действительно несюжетный текст, рассказ, тоже медсестра пытается пересказать фрагмент из рассказа Паустовского про приметы. Вы представляете, какой сложный, несюжетный текст, ничего не происходит, а только вот описание, если дым туда, то так, а если рыба, вот, вот, как она пытается. Ну вот, ну, значит, это попытки начать. Мы почти всегда так мучаемся, начинаем. Приметы. Приметы это дым, когда он стелется, когда он поднимается, и когда это самая фраза брошена. Ну вот. Потом, значит, примета роса. Если роса затяжная, то к ненастью. И, значит, примета это самое, горизонт. Если горизонт, то как бы в общем так это сжимается, то к хорошей погоде. А если, значит, примета связанная с рыбой, то, значит, если рыба затихает, то это к ненастью. Так вот. Вот такой пересказ, если кто-то слышал, например, слова экспансии именительного падежа, именительное тело. Посмотрите сплошное именительное тело. Сначала приметы, потом роса, горизонт, что там еще, дым. То есть сначала слово, а потом попытка про это что-то сказать. Очень типичный текст, ну, правда, низкий уровень речевой компетенции, люди с более высоким наверное говорят иначе. Наверное, и я говорю наверно уверенно, что далеко не всегда. Был у меня такой конкретный, я иногда буду отвлекаться на разные байки, потому что и вам передышка, и мне передышка. Во всех этих текстах, где-нибудь наверное придет время, я об этом скажу, следи за дыма, у меня часы петербургские. Чтобы анализировать например в таком тексте синтаксис, нужно синтаксис привычным нашим пониманием. Мы знаем, что такое синтаксис. Синтаксис это предложение сложное, простое, вопросительное, восклицательное, побудительное и разные, другие. Чтобы это анализировать, надо получить предложение. Правда? Нужно где-нибудь поставить точку. Где тут точка? Где тут концы начала? И чтобы их получить, мы делаем, проводили специальный эксперимент по пунктированию. Когда раздается расшифровка текста без пауз, без ничего, только экспертным филологам, которые понимают, что такое предложение и точка, и просьба, поставьте точку, где вам кажется, что одно кончилось, другое началось. Ставят точки на каждый текст, чтобы было достоверно минимум 20 экспертов, чтобы было понятно, что в результате не случайная цифра. Если точек 12 или больше, то есть 60% и выше, мы считаем это точка. Если меньше, то не считаем. И для того, чтобы вы представьте себе 30 испытуемых, только медиков, каждый наговорил по 7 текстов. Чтобы поставить точки, мне нужно было на каждый текст 20 человек, я задействовала все окружение, весь факультет, всех друзей и ломеров, от меня уже шарахались все люди в коридорах, потому что я шла к ним с этими поставьте точку. Что в результате? В результате, например, получилось, что разброс точек на один вот такой текст, это фрагмент, текст чуть-чуть побольше, от 2 на 48. И это ставит уже другой вопрос. Уже надо смотреть не только на текст, на текст тоже надо, а на эксперта. Значит, у нас в голове разное представление о том, что такое предложение. И есть уже сейчас целое направление, один из моих бывших аспирантов его разрабатывает, он смотрит с позиции эксперта. Интроверты, экстраверты, такие-сякие, как все по-разному воспринимают один и тот же текст. Так вот, даже, допустим, что точки в конце концов поставлены, к чему я это сейчас начала говорить, да, поскольку мне нужно было много-много-много историемых, а появилось, вы понимаете, когда мы это начали, даже еще и компьютеров только не было, потому что вот эти тексты записаны еще в 95-м, каком-то, 5-м, 6-м, 7-м году. Наконец все появилось, я привлекла электронную почту. Я рассылала вот так всем друзьям, знакомым, коллегам эти тексты с прозвы и поставьте точку, верните обратно. И однажды отправила такое послание в РУДН, это Московский университет дружбы народов, где только с иностранцами работают коллеги, с опытом работы всю жизнь. Она преподает, она в Франции. Была в свое время оппонентом на моей докторской, то есть она старше меня существенного, опыта у нее больше, и получаю от нее письмо. Это письмо даже сохранил, студентам на лекциях иногда его читаю. Академия Викторовна, где вы такое записали? Это же так сказать невозможно, что это, какие тут предложения, тут же ничего вообще нет, тут и слов-то почти нет, сплошной мрак, как вы могли таким заниматься? В общем, это была такая отпорить, если бы она только знала, что автором тех текстов, которые я ей послала, были преподаватели русского, как и настрологи, которые выполняли вот всю эту работу. Преподаватели РКИ, нам долго казалось, что они у нас элита филологическая, нет, нет, они привыкли работать с теми, кто плохо говорит по-русски, они привыкли упрощать, они привыкли говорить короткими фразами, простыми предложениями, четко и понятно, и вот сами отучаются говорить посложнее и по-разнообразнее. Я в ответ ей написала спасибо вам большое, извините, я вас больше не потревожу, но вы просто бальзам на моем сердце рьете, потому что теперь я вижу, как действительно сложна и незнакома нам наша речь. Если она для человека далекого от наших проблем выглядит, как что-то вообще невразумительное, просто невразумительное, где вы такое записали? Да, от ваших колен записали, только работающих в нашем университете. Хотя даже из этого много, кроме именительного темы, много еще можно увидеть. Вот, пожалуйста, маркеры старта. Ну вот, ну вот, это не только старт, ну вот в начале, ну вот в середине, где-то там есть, ну вот, это попытка сдвинуться с мертвой точки, уже не знаю, что говорить, ну вот, точку поставил хорошую и пошел дальше. Это может быть в конце, ну вот, и так далее. То есть определенный набор дискурсивных, прагматических маркеров, финальных, навигационных, стартовых, каких угодно. Так что уже из этого много можно извлечь при желании. Ну, это я так привела пример, что неречевых, вернее, условно, речевых много. Но вернемся к началу. А речевые, вот те речевые, которые, вот они родные, единицы нашего родного языка. Но наша умстная речь. Что мы здесь можем обнаружить? Ну, например, многие слова расширяют круг своих значений. Я тут не контексты, только примеры приведу и думаю, что для вас не будет проблемой понять. Они всю эту бутылку одним говорили. Все понятно русскому человеку. Поставьте себя на минутку на место иностранца, который знает, что такое уговорить и прекрасно употребит это слово в любом контексте. Вот как он это может понять, если его не подготовить к восприятию такого материала? Гуляющая штатная единица, а это, наверное, и вы не сразу определите меня. Один иностранец, я много читаю этого иностранца, наверное, это, который гуляет по коридору. Что такое гуляющая штатная единица? Ну, какие есть идеи? Давайте мы в диалог, перейдем в режим диалога. Которая гибкая. То есть, то нет. Вот сегодня она есть, а завтра ее уже нет. Поэтому человека нельзя на нее нормально... Вероятно, так. Вероятно, так. То есть для того, кто говорит, это, конечно, чем хорош пошло. Мы точно знаем, кто говорит, с кем говорит, когда, где и о чем. Потому что у нас есть весь материал. Наверное, в определенном контексте становится понятно, что нельзя оформить на работу, потому что это гуляющая штатная единица. Забить на все лекции. Ну, студентам это очень хорошо знакомо, но вы, я очень вас прошу, все время на мгновение ставьте себя на место иностранца. И сразу становится понятно, что нужны какие-то другие словары. И, конечно, сейчас много. На уровне лексики сейчас много новых словарей, разговорной речи, экспрессивной речи, сленга молодежного, такого, сякого. Все это есть. Это, значит, расширение значений знакомых, привычных единиц. Иногда появляются совсем новые единицы, которых в нормальных словарях не найдешь. вот из нашего корпуса бабцу какую-то залапал. Ну, залапал уже глобол, с которым можно поработать. Бабца. Все понимают, да, о чем речь? Ну, хотя бы такой простой вопрос. Начальная форма. Бабец. Или бабца. Здесь будет. Бабца. Баба. Баба. Бабца. Бабец или бабца и какого рода это связано. Бабец в интернете, я потом у меня есть отдельная презентация про бабца. Бабец умный, бабец симпатичный и даже бабец закрупнился. Такое, значит, собирательное уже значение. Отдельная проблема к роматике этого конкретного слова. Начальная форма. Роб. Возможность изменения по каким-то формам падежа и так далее. Красавица с накладными мозгами. Я так люблю свой материал, просто говорю и наслаждаюсь. Ведь это тоже любому иностранцу, а может даже и русскому, который не филомак, например, Надо же объяснить, что это значит. Что такое накладным нормально, накладные волосы, например, и что такое накладные мозги. Это, конечно, еще хорошо послушать. Это сказано еще с такой интонацией красавица с накладными мозгами. обыденная корыто с сухарями. Тут и корыто повседневности, и сухари, которые мы сушим на всякий случай на черный день. И все это вместе обыденная корыто с сухарями. Все это вылилось в такой гадюшник. Гадюшник, конечно, слово не из большого академического словаря. Такой загруз. Тоже всем понятно. В хлам определить там что-то. Иногда появляется и активируется старая словообразовательная модель. Вам всем, конечно, знакомы это Бухалова, Кидалова. Изначально вроде бы сплошной негатив. Во-первых, обнаружилось, что у этих форм есть корни, абсолютно нормальные слова Курева, Варева, обычные слова, никакой экспрессии ничего нет. То есть это активизация старой модели. Началось, конечно, с Кидалова, с Бухалова, Махалова, а потом пошло развлекалова, а потом пошло обсуждалова, описалова. То есть уходит семантика отрицательная, появляется нейтральная. То есть эти слова начинают новую жизнь в нашей устной речи. Ну вот образцы материала, это уже из ОРД. Все, что жирным, ставьте себя на место иностранца и пытайтесь понять. Она привозила с собой этого немца, который явный немец окосил под русского вальку. Ему первые два дня было запрещено говорить. Потом он под дурачка косил. Знак решетка это мена говорящего. Они перебивают друг друга, это диалог. Он был первым парнем на деревне, так всему к нему к нему все девки пока не проговорился, к нему все девки приставали пока не проговорился по-немецки, пока молчал. Что такое явный немец? Попробуйте объяснить иностранцу или хотя бы школьнику. Что такое явный немец? При том, что мы все как бы это чувствуем, но словами описать нужно некоторое интеллектуальное усилие. Косил под русского Ваньку. В общем примерно то же самое только не про немца а про Ваньку про русского. Под дурачка косил уже сразу виден диапазон трансформации идиола. Косить под кого-то можно под дурачка можно под Ваньку можно наверное еще под Дунного может быть даже можно косить. Первый парень на деревне это я на колонке угостил немца салом. Выпьет водки он долго не хотел а потом как подсел на это сало короче и давай один бутерброд и другим наворачивать просто перед другими людьми уже неудобно было так поперло его вот опять все что жирное подсесть подсесть на сало конечно можно на что угодно подсесть на интернет на книжки какие-нибудь очень интересное словечко короче теперь я уже точно знаю что это словечко из молодежной мужской речи в женской речи гораздо реже встречается у нас есть частотники для разных социалектов это мужское молодежное слово и оно кроме всего прочего способно сворачивать информацию чтобы долго не говорить про что-то короче или в общем и мы сказали и думаем ну и все дальше уже все поймут что-то 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 такое совсем не в бумагу и не заворачивать а наворачивать и в общем это требует комментариев обязательно и так поперлый никакой третий уровень ТРКИ не вмещает всю эту лексику а мы это слышим а мы это слышим и употребляем но тут написаны информанты я более или менее про всех знаю это молодые люди девушка и юноша гуляют по Петербургу ищут новую Голландию и разговаривают о том осен молодые образованные девушка работает экскурсоводом мальчика не помню сейчас с кем он работает мы же все про них знают то есть образованные я к тому говорю что это не подворотное это точно не подворотное меняется коннотация единицы чаще повышается стилистический статус то есть мы берем какие-то просторечные разговорные начинаем употреблять их или как разговорные или как нейтральные вообще ну например вот я уже рассказала что жаргонное экспрессивное попадалово месилово кусалово бухалово стало нейтральным описалово обсуждалово развлекалово развлекалово тогда же наверное уже и с позитивной с позитивной коннотацией чувак очень интересное словечко в словаре это жаргонное молодежное друг, приятель, знакомый свой человек но жаргон стало сегодня нейтральным в значении какой-то молодой человек мужчина-человек 65 почти процентов носителей языка в специальном эксперименте отметили это слово как абсолютно нейтральное никакого жаргонного налета любопытно что Чувиха гендерная пара к чуваку таких изменений не претерпевает Чувиха по-прежнему жаргонная свалечка а Чувак молодые люди наверное не дадут соврать Чувак совершенно спокойно но будет момент я вам дам послушать замечательный фрагмент одного речевого дня курсант военного училища в казарме пересказывает своим однокашникам содержание трех товарищей вот он такой образованный он читал а они нет он понимает если будут пересказывать хорошим языком слушать не будут это надо слышать как мы начинаем мат перемат просто через слово чем больше он увлекается я почему вспомнила потому что он начинает тричь чувака вернулись в войну вот это начало пересказа чем больше он увлекается пересказом и видит что аудитория вполне заинтересованно слушает все меньше 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 и последняя фраза уже совершенно спокойно рассказывает о том что они там похоронили девушку одного из чуваков вот она умерла и продолжает там как-то жить так что вот чувак для современного человека не жаргон на две трети только треть все-таки еще пока чувствует это жаргон это меняется коннотация единицы у меня есть специальная лекция про девку про бабу как оказывается много изменилось с этими словами в сегодняшнем языке вот еще один пример всем хорошо знакома единица блин началось с того что это было детское ругательство эвфемистический заменитель грубой эвфемистикой те кто употреблял блин просто не хотели сказать другое грубое слово и говорили блин потом пошло целое поколение студентов филологов которые не догадывались про эвфемистичность этого слова и думали что это нормально блин я говорю почему блин почему это не котлета или там еще какое-то такое слово не понимают потом оно стало просторечным но уже очень обычным и очень распространенным междометиям и попало в этом качестве словари словари разговорные речи конечно нам надо было блин где мойка вот с этого диалога молодых девушек и юношек которые ищут новую голландию там она действительно в районе мойки блин я вчера кассету смотрела я тоже не негатив в первом выражении вроде бы это межпросторечное междометие с выражением досады да где мойка а во втором какая-то фильм какой-то блин сегодня это тоже результаты наших анализов материала и опроса это нейтральная орнаментальная может быть ритмообразующая критика критика на уровне фразы не на уровне слова на уровне фразы ах это контора блин такая-сякая даже пауз это не междометие после той аварии блин я понял блин что рано мне еще на машине ездить употребляем блин вот очень похоже на ритмообразующий мы оказывается очень много словечек особенно маленьких употребляем чтобы ритмизовать нашу речь одна из моих презентаций будет вот про это про то как мы ритмизуем даже дам послушать что убери оттуда блин или вот или там и исчезнет изохромность исчезнет равная длительность частей так что очень похоже на ритм самое длинное из таких словечек это как раз короче целых три слога а тоже употребляется для ритмизации ну очень пока так просто скажу когда мы не можем понять зачем это употреблено мы предполагаем что это ритм может быть это ритм но это будет специальная лекция ну еще примеры нового опять читайте смотрите и ставьте себя на минутку на секунду на место иностранца но после пломбировки тоже как-то святое что он болит отдельную лекцию прочитаю вам маленький фрагмент про святое это святое в польше где я рассказывала этот доклад теперь как только меня видят а это святое это святое произвело впечатление у нас это конечно так не очень дешево в районе четырех вот это в районе это не в районе территориальном а это около приблизительно в районе четырех но я не буду вам объяснять сами прекрасно понимаете после резекции желательно выгадать чтобы были дни чтобы отлежаться оклематься все что выделено все требует комментариев я шизию как она работала столько сделать перелопатить мама не горю грубо говоря вот честно говоря даже перевести перевести на русский язык не так просто но то что много перелопатить понятно а почему тут мама не горю это еще и прецедентный текст есть фильм который называется мама не горю что за этим стоит в сегодняшнем языке какой идиомой или не идиомой это перевести то есть тут нужен перевод с русского на русский с русского разговорного на русский литературный а уж при чем тут грубо говоря ой ты знаешь я этого клиента забыла вексы внести понятно да что она с ним забыла сделать она уверяла меня что вот все кровь из носа она сегодня эти деньги принесет достанет и так далее вот казалось бы но и так далее до чего знакомая конструкция начинаешь смотреть она принесет доставит что и так далее уже все достала и принесла дальше не должно быть никаких действий зачем сказано и так далее типичный маркер финала просто маркер финала за этим не стоит содержательно ничего этим отличаются прагматические маркеры от нормальных слов у них нет смысла есть функция важная нужная но не смысл они они на конец месяца вылезают ребята в просрочку понятно куда влезают да конец месяца надо сдавать там какие-то отчеты они не успевают просрочить сдачу отчета вылезают в просрочку даже нам надо это все объяснять не говоря уже про иностранцев а уж в выходные тусуются по гуглу вот это понятно целая коллокация дождаются в нашей речи которая настолько частотная настолько типичная что просится в специальный словарь разговорной речи это не просто отдельные слова это коллокации с ума сошла что ли правда что ли серьезно что ли сбрендил что ли вот с этим что ли вопросительная конструкция и более или менее стандартное начало всегда экспрессивное всегда экспрессивное или не знаешь что ли не видишь что ли забыл что ли сколько таких мы вот с этим что ли тоже где-нибудь будет отдельная лекция формы идиома отдельные слова формы которые употребляются тоже устойчиво в речи любого говорящего и понятно без перевода кадры хорошие очень хорошие сразу без никаких начинают и срабатываются без чего без никаких нам понятно опробуйте объяснить носителю другого языка страну кстати по барабану можно ставить ну наверное надо израиль поставить ставить страну по барабану не по барабану в смысле ничего не понимает такое уже более или менее знакомо а это то есть и думать не надо не задумываясь но самое прикольное то что теперь походу я буду в курсе всегда если смотрите сериалы по телевизору в некоторых сериалах только походу слово похоже больше не употребляется сплошное походу хочется иногда написать этим сценаристам черт его ну что ж вы так узко-то понимаете нашу речь да есть такое но не все же не в каждом контексте но вот это очень и очень типично модифицируем пословицы поговорки идиомы с превеликим удовольствием она кладезь юмора есть кладезь мудрости про юмор первый раз попалась а вот это замечательно смотрите мне вчера этот московский композитор сказал а я фанат скачивания я там все скачиваю 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 я уже читать ничего не успеваю что скачиваю но все равно буду скачивать пусть будет это говорит болезнь пока есть возможность да пока есть возможность да-да-да на халяву и хлорка творог как говорится ну на халяву и уксус сладок это понятно ну что хлорка творог а я залезла в словари специальные словари разговорных идиом у киенов таких много оказывается их вот десятки вот такие конструкции что ну то есть то же самое но немножко другими словами в данном случае не отвечает чем на халяву и хлорка творог а кроме лексики вы еще лингвисты и филологи понимаете тут ментальность нингвист SAYs какого вот этот family скачивание. Скачиваю, скачиваю, скачиваю. Уже читать не успеваю то, что скачиваю, но на халяву я хмурко твое буду скачивать. Пусть будет. Действительно, это отражает сегодняшнее наше мировосприятие, если хотите. То есть это лингвокультурология, межкультурная. Все тут сразу надо учитывать. Казиональные или контекстуальные идиомы. Тут тоже будут специальные лекции на эту тему. Тут некоторые противоречия. Что такое идиома? Идиома это то, что разные люди устойчиво воспроизводят в определенном смысле. А казиональный идиома. А казиональный значит один раз. Кто-то один раз в конкретном контексте, а воспринимается как идиома. Никто больше... Ну все понимают, все тут же поняли, почувствовали. Мы потом проверяли это на испытуемых. Говорят, первый раз слышу мою идиома. Потому что мы правда идиомы. Посмотрите, за 60 дней по... Это порядочно. Даже если это там какую-то копеечку стоит небезумно. Вот еще одна статья моей китайской аспирантки называется так. Копеечку стоит небезумно. Это дорого или дешево? Вот навскидку как? Не очень задумываться. Копеечку стоит небезумно. То есть безумная копеечка это много, а небезумная копеечка получается дешево. Правда надо напрячься немножко. Сходу и не ответишь. Вот, пожалуйста, она казиональная и тем не менее точно идиома. Ты же поэт? Да, точно. Вы мне льстите. Причем лезет всякая ерунда в голову. Нормально таких фольклорных стежков можно... Всякая дурка в бошку. Их фольклорные стежки. Поможем уже немножко друг другу. Всякая дурка в бошку. Тоже всем понятно, что ерунда всякая в голову лезет. А вот это вот вы мне льстите. Я не стала выделять. У вас есть реакция? Вы мне льстите. Хоть какая-нибудь. Это прецедентный текст. Откуда? Вы мне льстите. Вам все льстят. Не стала выделять? Служебный роман. Служебный роман. Прецедентный текст. Это еще один пласт нашего материала. Потрясающе интересный. И что любопытно, его надо все время проводить через эксперимент на разных поколениях. Молодежь уже не понимает. Наше поколение, мое, все знают. Все смотрели служебный роман. И если вам скажу, не только служебный роман. Хорошо, сидим. Мое поколение улыбается, молодежь не понимает. Толстойный бьет до дна. Наши улыбаются. Молодежь. Правда, некоторые молодые, особенно пыльные, тут же записывают из какого это фильма и хотят посмотреть, чтобы приблизиться к нашему поколению. Однажды целый доклад у меня получился. Статья в результате в американском журнале опубликована. Я взяла 10 минут одного речевого дня. 10 минут. Ситуация подготовки праздничного стола. День рождения, члены семьи и накрывают на стол. За 10 минут 4 участника разговора, включая ребенка, 3-летнего, наговорили эдиомы этих прецедентных текстов на целую статью. Даже вот они ищут бокалы, 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 где бы, а подать сюда бутылку, а подать сюда бутылку. Кто чувствует, сразу вспоминают гомоли. А подать сюда бобчинского, добчинского. Вот. 10 минут и такое море материала для разговора, скажем, с переводчиком. Я все время про переводчиков, потому что преподаватели РКИ и переводчик, они на одном уровне получаются. Они сталкиваются с одними и теми же проблемами. Если передать просто, а где у нас шампанское и никакого прецедентного текста, это хороший перевод или плохой, не знаю. Читали Алису, заверкали Алису в стране чудес, ведь Захадер, который ее переводил на русский, он написал другое произведение. Потому что просто перевести все английские штучки, дрючки и прецедентные тексты, русский бы человек просто ничего не понял. И тогда он уже по мотивам английских, по модели английских, он из русского материала извлек совсем другое и сделал так, чтобы нам тоже стало интересно. Но эти два произведения по-русски и по-английски просто разные. Ты хочешь кофе? Или есть у меня? Посмотрите, это оказывается в квадратных скобках, все написано двойной злой. Сначала был роман с Сашей Макарова, больше чем сто лет назад вы просите песен, их нет у меня. Потом одесская песня Ирония, которая начиналась словами, вы хотите песен, их есть у меня. И теперь уже, когда мы говорим их есть, все мы понимаем, что это игра слов. Столько сделать, перелопатить, но это уже у нас было. И иногда эти прецедентные тексты так увлекают говорящих, что они начинают играть, они перекликаются этими словами. Вот те же два информанта, молодой человек и девушка, которые гуляют по Петербургу, гуляют в частности по Мойке. По Мойке плывет какой-то суденышко небольшое. Военный патруль до сих пор тут, да, эй, их затапливает, находится на шхуне, Верещагин, уходи с баркаса. Вот это уже разные, когда я говорю знак решетка, говорят двое. Один начал, другой подхватывает, продолжает. Они поиграли в прецедентные тексты. Или один рассказывает про свою операцию. Нет, они отрезали все, что можно было. До, он задумался, как сказать, второй подхватывает и продолжает. До основания, а затем, и потом возвращается первый, а затем все пришили. Ну, все помнят, кто помнит интернационал, что сначала весь мир насилием и разрушим на основании, а затем, одно только до, вот даже, даже, даже слова нет, одно, один предлог. И тут же появился, появилась возможность поиграть в прецедентные тексты. Вот это дискурсивные и это были речевые. Вот все, что было до сих пор, это были нормальные слова, с которыми, оказывается, тоже не все так просто в нашей речи. А вот это дискурсивные, то есть условно-речевые и совсем не речевые. Это значительная часть устного дискурса, он говорил, на 48 иногда 10 значимых. В нашем материале есть информанты, где 6% всей использованной лексики это не речевые единицы. Помогают структурировать дискурс и выполняют множество функций. Они нам нужны, это не мусор, это не просто слова-паразиты, это слова, которые нам зачем-то нужны. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Если мы все, все, повторяю, это употребляем, значит зачем-то нам это нужно и надо понять зачем. Это показывают они, в частности, сам процесс порождения речи. То есть позволяют нам заглянуть как бы в голову, в подсознание говорящего. И отношение к ним, как к словесному мусору, простительно только наивному носителю языка. Да, наивному носителю он должен думать так, что надо говорить без этих слов. А лингвист должен бесстрастно наблюдать, фиксировать и анализировать. Типологию дискурсивов тут надо остановить язык. Если какие-то вопросы, подойдите. Если какие-то вопросы, и кто не зарегистрировал. Так, или познакомиться, как-то, в общем, или... Да, в общем, давайте сейчас диспустим. О, некст, вы сейчас начнете слышать. У себя вокруг вы начнете слышать. Это мне всегда говорят, что вдруг начал слышать. Уши открылись. Открыть окно. Немножко, например, на мусору. Наталья Викторовна. Диктор Юрьевна. Вот, допустим, у того человека, у которого есть диктофон, может жорить. Зная, что у него диктофон посвятил за своими вещами. И первые два часа он про него еще помнит. Невозможно жить все время про это помочь. Невозможно. Опыт показывает. И потом, знаете, иногда я даже хочу, но не могу. Хочу говорить хорошо. И от этого начинается другой процесс гиперкоррекции. Я помню диктофон, и я начинаю говорить так, как бы никогда не говорил. И это воспринимается снова как ошел. Потому что неестественно, письменно, книжно слишком. Все проверили, все возможные варианты. Спасибо.